Сахалинская область на волне очередного потребительского ажиотажа. С прилавков магазинов разбирают гречневую крупу. Схема для создания искусственного всплеска интереса покупателя обычная. В этом году в Алтайском крае, где производят 40% гречневой крупы по стране, не урожай. И спекулянты от розницы берут настоящий факт, немного жонглируя цифрами. Цену на прилавках повышают в разы. Даже от обоснованной неурожаем алтайскими поставщиками. У них закупаются все сахалинские оптовики. При этом, по мнению оптовиков, на Сахалине пытаются создать дефицит искусственно. В компанию, где работает Андрей Крышко, обращались с запросами купить десятки тонн. При этом за обычный месяц около девяти сотен розничных клиентов и более мелких оптовых предприятий закупали гречки суммарно тонн на 10. Планируют ли на таких объемах наживаться спекулянты, создавая искусственный дефицит и продавая гречку втридорого, разберется сахалинское управление УФАС. В Минсельхозе же сообщают, что в области имеется запас гречки, приобретенный еще по старым ценам. Так что основания для значительного роста цен быть не должно. По оценке Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия, рынок гречневой крупы оценивается где-то приблизительно порядка 4 тысяч тонн в год. Поэтому, исходя из этого годовой потребности, естественно, ее среднемесячная будет составлять 142 тонны. На сегодняшний день у нас сформированы запасы в количестве 119 тонн. В пути находится еще порядка 50 тонн. В совокупности, в суммарной совокупности, это будет составлять порядка 170 тонн. То есть, должно хватить более чем на месяц, если сахалинцы будут покупать гречки столько же, сколько обычно. Власти призывают не запасаться гречкой впрок также и для того, чтобы не вынуждать сахалинские предприятия покупать неурожайную алтайскую гречку по 55 рублей. Сам факт неурожая на сегодня подвергает сомнению Федеральная антимонопольная служба. По данным Федерального Минсельхоза, даже с учетой павшей под ранним снегом гречки, ее с лихвой хватит даже на экспорт. Так что цена на гречку в пределах ближайших месяцев вновь должна вернуться к исходной. Даже если проверка УФАС покажет, что гречки недостаточно, правительство Федерации выпустит на рынок часть запасов Росрезерва для его стабилизации.